С вами Татьяна, и я абсолютно инкогнито нахожусь в магазинке АЦП и снимаю. Здесь в магазине снимать нельзя, поэтому я снимаю инкогнито. Вот это цены на лаваш, а вот это цены на хлеб. Цены разные, потому что разные сорта хлеба и разные производители. Так что посмотрите, какие у нас цены на хлеб. А вот это цены на растительное масло. Я недавно была в Варусе и снимала цены на масло в Варусе. И вы можете сравнить цены АТБ и цены Варуса. Масло одинаковое, что в Варусе, что в АТБ, поэтому можете сравнить с нами. А вот это молочка. Здесь тоже я снимаю инкогнито, поэтому не очень всё хорошо. Но более-менее видно. Какие-то цены. Покажу, что я сегодня купила в АТБ. Итак, давайте посмотрим. Вот я купила бананы. Бананы сейчас они были на скидке. И стоили они 36,99 за килограмм. У меня здесь 532 грамма. Получилось 19 гривен 68 копеек. Вот это стоили мои бананы. Бананы вот немножко подешевели, а то они у нас уже были по 40 гривен. В общем, решила их купить. Люблю вот такой хлеб. Хлеб зерновой. Мне он очень нравится. Он вот такой на вид. Очень вкусный. Я его люблю. Вот этот хлеб зерновой. Он стоит сейчас 8,30. Потом купила лимон. Лимон тоже был на скидке. Но лимоны были не ахти. Вот один выбрала. Сейчас на него цена 32 гривны за килограмм. Мой лимон стоил 3,58. Также купила яйца. Яйца в АТВ не крупные. Но я их специально купила для того, чтобы можно было их вот одеть в такие вот красивые упаковочки для Пасхи. Эти яйца стоили 2,49 за одно яйцо. Вот в Сельпо сейчас яйца очень крупные. Но я боюсь, что на него вот эти пластиковые одежки не подойдут. Думаю, что не налезут просто. Купила распушивач для теста. Не знаю, буду ли я печь Пасхи на Пасху. Может быть, просто сделаю какой-то кекс. Нужен распушивать штистом. Поэтому купила себе вот такой пакетик один. Также решила купить себе новый чайник. Новый чайник. Вот такой чайник. Он со свистком. Вот такой симпатичный. Мне понравилось. Я собираю такие вот кастрюльки, мисочки. Вот чайник попался мне с таким рисуночком. Решила его купить. Чайник стоит этот 300 гривен. В АТБ. 299 гривен. Вот такой сок. Сок литотоматный. Сейчас на него тоже есть скидка. Сейчас я посмотрю, сколько же он стоит. Этот сок. Так, он стоит 11,90 гривен. Потом купила я крупу. Крупу вот такую в пакетиках. Артек. Своя линия. Эта крупа была тоже на скидке. Сейчас я посмотрю, сколько это мне стоило. Полкилограмма крупы стоило 10,35. Очень удобная крупа. Вот такую я брала раньше пшеничную крупу. Вот такая Артек крупа. Она очень удобна тем, что она в кастрюльке не пригорает. То есть она в пакетике положил в кастрюльку пакетик, сварил, потом высыпал, добавил туда маслица и все готово. Вот такие покупки у меня сегодня. Если вы хотите знать, сколько будет стоить в рублях моей покупки, то умножайте на 2 и получите в рублях. А курс доллара у нас сегодня 1 доллар 26,50 за 1 доллар. Так что можете посчитать, сколько это будет в долларах. Вот такие покупки у меня сегодня. Кому понравились мои покупки, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.